Итак, мы переходим к работе с лопаткой и опять же будем использовать глубокую технику и локтевую технику. Вспоминайте, если в прошлый раз мы остановились вот здесь, в нашей руке, то дальше мы доводим эту руку до лепетеринной мышцы. Подводим вторую руку и схватываем вот этот валик, который уже можно обработать. На самом деле мы обозначаем нашему подопечному, что мы перешли в этой лопаточной зоне. Сюда же шею включается. Это вот те самые наши восьмерки, если помните? Мы сюда вот дошли, потом начали с лопаткой работать, потом отсюда сюда дошли. С вибрацией начали с лопаткой работать. Трапециевидные мышцы, естественно, сюда включаются. Трапециевидные мышцы у нас, если помните, вот отсюда начинаются. И она вот там заворачивается и заканчивается. Да, спереди. Клепится вот так вот здесь. И вот туда вот заходят, крепится тут ключица вот с этой стороны. Видимо, заканчивается. И заканчивается вот возле шеи. Вот здесь. У меня есть то ли. Верхняя часть получается, средняя часть, нижняя часть. Мы это делаем только верхнюю, среднюю и нижнюю. Значит, смотрите. Пока вот это мы делали, да? Эта рука продолжает растирать. То есть, мы теперь растираем локально, да, вот эту зону. Она продолжает растирать. Деревья вынимая плечо. Вот такие спереди виды можно делать движения. Протвольные. А вторая рука в этот момент уже поднимает. И пойдет на спину. Открывая тем самым. Обнажая вот эту подлопаточную зону, да? Если как-то зону поднажить побольше, то наполните руку вниз. Насколько позволяете человеку, да? Да, пускай руку вниз. Если хотите открыть большую часть, то понимаете, вот сюда, выше. Да? Дело в том, что люди разные бывают, да? У некоторых не заводится. У некоторых рука легко заводится. У некоторых не заводится. Тогда вот можно вот на таком уровне, например, оставить. Да? Или там совсем, если болит плечо, вот туда ставить и просто придерживать. Есть. Значит, в этой технике, что у нас какие-то интересные нюансы. То, что мы кладем вторую руку, поддерживающую, она просто поддерживает, да? В данном случае это левая. Работаем слева. Ну, симметрично будет. Если эта рука будет расслаблена, да? Эта рука расслаблена, да. И мой корпус тела, видите, провис. Вот я вешу. В принципе, безопасно опираться на крестец человека, потому что тазовые кости самые сильные для человека, особенно у женщин. Там хоть вот прям сесть всем весом, ничего там не повредите, ничего боли не почувствуют. Но не кладите на поясницу. Поясницу давить вот так вниз нельзя, да. Особенно если у кого грыжа, там сразу будет больно. Вот. И этой рукой мы, собственно говоря, маневрируем. Например, лопатка слишком зажата, да? Нужно будет отвести, расслабить. Подсказывай, человек, расслабить, стал побольше, да? Надо вот их больше открыть, да? Отводим вот туда руку. Или локость вот так внизу опускаем. Вот. Отвести, она расходится. Либо нам надо верхней сейчас открыть. Эта рука раз работает, вот сюда, да? И при этом во всех моих движениях эта рука тоже работает, добавляя вот такую вибрацию. Раскачиваемое. Дело в том, что это, на самом деле, вот очень просто. Этого никто, как бы, не знает и не использует. Даже в домашних условиях можно использовать, там, в семье, да? Муж и жены, там, наоборот, там, бабушки, дедушки. На огороде работал, посянул в спину, да? Ну, просто положил человека, положил ему руку, так и его потряс. Ну, так долго, ну, 10, примерно. Либо он, например, ну, телевизор может смотреть, что угодно делать, там, семейные вечера проводить. Можно положить его, например, на пол, да? Человека, саму сидеть на кресле, а сюда поставят пятку. И не на позвоночек только, а рядом, да. И такие вот легкие, такие вот покачивающие движения. У него не надо чисто. Красили, да? Ну вот, да. Легкие покачивающие движения уже дадут расслабление. Соответственно, с той стороны, где больше зажато, в ту сторону лучше делать больше упор. Либо сюда, либо с этой стороны, то в этой стороны. Больше упор, вот эту косточку. Упираемся мы, соответственно, в уголок гребня подвздошной кости. Вот он тут находится, над ямочкой, да, вот чуть повыше. Ну, помните, да? Ну, там на схеме сзади, наверное, не показано, вот спереди. Вот спереди, но это да, я вам сейчас попозже еще покажу на картинках. Так, что делаем с плечом? Во-первых, можно поднять его еще выше, вот так вот, да? Поднажаем вот эту мышцу, поработав ее вот здесь. Подлаживая, лапы леопарда вот уже, да, вот мы ушли вот так вот. Потому что передний пучок плеча, он крепится вот к ключице спереди. Вот, чуть ли не до самого этого. Вот так вот, вот эти... Да, 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 вот тут он, да, вот. Правильно показываешь, да. Вот так вот мы его проняли. Расслабили, отпустили. Здесь тоже локально разогрели, трением, растерли. Переходим к глубоким слоям. Вот этими всеми костяшками работаем, да? Вот, это, как бы, техника называется шестеренка. То есть, лапа леопарда, да, только она не так работает. Да, а вот так вот, по кругу. Ну, белая сторона. Да, это очень хорошо действует на всяких закруглениях. Вот так вот, ключик закруглилась. Да, вот эта мышца подходит спереди. Вот так вот, растерли. И сразу же, не отрывая руки, переводим ее в локоть. Продолжаем метод декомпрессии, да? Спиральку локтем делаем снизу и вверх. Доводя вплоть до того состояния, что спускаемся чуть ли не с шеи до стола. И обратно поднимаем нашу руку, да? Потом, второй прием. Отводим лопатку еще в большую сторону. Вот, тут обнажается вот эта вот мышца. По сути, этот уголок, в котором крепится трапеция. Какой-то пучок трапеции сюда идет. Один сюда, один сюда. Вот, он, как правило, сам напряженно бывает. Здесь триггерная точка находится. Да, больно здесь, да? Да, что-то. Да, вот очень много людей тут именно больно. На некоторые прям просят, давай, давай, да. Вот прям вот, ты нашел эту точку. Дай и сюда. Значит, ее обрабатываем. Ну, там пальчиком, да? Можно, да? Локтенком надо посильнее. И опять мы будем вот сюда. Сейчас элемент точек будет. Проводим, видите, трапеция до мышцы, захватывая большим пальцем обратно стороной. Обратно стороной большого пальца, да. Видите, ее вверх поднял, да? Вот, и сразу у меня большой палец встает на триггерной точке. Ну, грубо говоря, вот мышцы трапеции крепятся, да? Вот идет ось лопатки. Она закрывается, как сюда, какие-то пристрастили. Косточка, да. И вот тут получается ложбинку, сюда она крепится. Значит, вот в этой мышце у нее есть точки. Ну, во-первых, середина. Вот, вот, да. Все точки мы нажимаем по проекции в тело. То есть, в перпендеральном прям внутрь сюда, рыжались. Здесь сюда, здесь туда, туда, вот, 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 вот. То есть, в следующий момент. Да. Точек, здесь много рядов, тут, но у нас все не интересует, у нас же неточно массаж, по сути, да? Вот мы только три, на точке, походу. Вот здесь прожали, здесь вот вокруг лопатки. Вот уголок лопатки прожали. Насколько прошло? Раз, два, три, четыре. Даже по церкви градусов, получается, да? Изменялось положение. То есть, тут мы давили вот туда, в тело. Здесь мы, да, церкви градусов, два стола. И дальше вот еще несколько точек. Может быть, вот, вот, четыре, например, да? До вот этого места, где крепятся мышцы, да? Просто дальше уже нет смысла, если там лопатка свободная. Их тоже вот так вот прожимаем. Так, каким способом мы нажимаем? Этот метод шиатсу. То есть, мы как бы ввинчиваемся в точку и увинчиваемся. То есть, нажали, и вышли. Нажали, и вышли. Можно вам дополнить какую-нибудь вибрацию такой. Еще раз показываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. При этом, ну, это может все вместе с этим движением. Помните? Раз, два, три, два, три. Эта рука не оставляет. Я умышленно показываю, немножко активнее. Дальше можно на самом деле. Просто можно медленно такой, легонечко. Когда вот этим лопатом вложу, то же, видите, эта рука не оставляет свое движение. Зачувствовал напряжение? Раз, мы конституруем, раз, расслабились. И далее, мы всю эту трапециевидную мышцу проходим таким образом. С помощью вибрации. Меняем руку на косточку вот эти вот. И от шеи. Раз. Лопатка подвигает все дальше. И дальше. С вибрацией вот туда. Вот туда. Помните, почему вибрация бывает? Потому что ни одна с подмежной мышцы долго не может воздействовать. Сопротивляться с вибрацией рано или поздно расслабиться. Поэтому мы постоянно во все наши движения включаем вибрацию. И когда мы скаляемся лопатку подвигаем, то длинать все больше и больше. Вот. Почему мы так делаем по этим направлению? Потому что вот трапециевидная мышца, она вот такая вот широкая, да? Она крепится к лопатке здесь, здесь, там, внутри. И вот она, соответственно, пучки не ведут вот так. То есть вдоль цепучков мы, понятно, да? И вот так проходим, поменяем положение нашего кулака. И вот так вот. Ну, как бы, сам массаж на этом можно закончить. Точнее, практически все процедуры, если вы помните, мы заканчиваем чем? Тем, что уводим лимфу, да? Вот мы как бы размяли. Тут у нас метаболизм увеличили, да? Теперь вот эти все вот продукты, там, распада. Всякие международные жидкость, лимфу, кровь. Выводим вот всю в сторону вот туда. За лопатку, ой, за подмышечную зону. Вот туда уводим. И таким образом заканчиваем с лопаткой. Но, можно немножко мануальной терапии добавить, отодвигая реберно позвоночное сочленение. Они находятся, вот если... Эту мышцу нужно подтянуть, вот вы увидите. Вот тут вот такой горбик. Попробуйте. Нет, если кто-то не почувствовал, что тут попробуй. Как мышцы отвели, да? Да, да. Вот эти реберно-позвоночные сочленения, да. Это реберно-позвоночное сочленение. Их можно прохрустеть, их можно раздвинуть, растянуть. Потому что в них тоже много бывает и спазмов, и функциональных блоков. Просто не обольщайтесь и не говорите...